Здравствуйте, дорогие друзья! Всех с Днём Благодарения! И сегодня мы готовим на наш обед праздничную картошку. Для этого мы будем использовать картофель, сливочное масло, муку, перец, соль, молоко, сыр и лук. Ну и также картошку. Я сказала про картошку, нет? Да, сказала. Картофель я вымола тщательно. Прям каждую картофелину мыла. Её чистить даже не надо. Вот. И мне нужно её покрошить слайсами. Мы взяли вот такую тёрочку и очень просто готовить слайси. Можно руками порезать. Вот как на видео готовишь, вечно что-то не получится. Вот смотри, вот до этого ни одной такой не получилось. Закон подлости. Ещё раз скажу, можно руками порезать, если у кого-то нет такой тёрочки. Ну я думаю, у всех в обиходе такая есть, правда же? Ну да. Так, картофель я залью холодной водой, чтобы она у меня не почернела. И теперь я что хочу сказать. Под видео мы оставим порционный рецепт. У нас, конечно, больше порций, поэтому мы будем все ингредиенты увеличивать. Так, мне нужно порезать лук. И лук нужно порезать мелким кубиком. Желательно. Мы положили масло растапливаться. Как мы уже сказали, все пропорции мы напишем под видео. Масло растапливается. Нужно положить сюда муку. Ну и перемешивать её в это время. Так, добавляем лук. Всё это очень быстро происходит. В темпе надо, да, готовить это. Это блюдо нам заказал наш зять. Я его не готовила никогда. Поэтому немного сумбурно, если что. А молока теперь сюда. Помешивай. Добавили молоко. Добавляем соль. Три чайных ложки. Ну, мы не будем говорить, поскольку мы добавляем, потому что мы оставим. Так, и перец добавляем. Что-то перемешать нужно. И оставить, пока это закипит. Так, у нас тут всё кипит. И мы добавляем постепенно сыр сюда. Чтобы он у нас плавился. И открыла крышку. Обалденный ароматный запах. Вообще, просто вкуснячий. Такая форма у него ещё такая. Прям слюдки текут. Так, перемешиваем это всё. Теперь мы форму сбрызгиваем маслом. Если нечем побрызгать, можно и помазать маслом. Подожди, подожди, подожди. Что там есть? Да, я тут не сбрызгала. Я тебя сейчас обрызгаю. Ты по краям-то не сбрызгала? Это тебе так кажется. Нет, короче, везде набрызгала. Лучше как нехорошая поговорка. Не захотела я её вслух говорить. Ладно, лучше переделать, чем не доделать. Не доделать, да, я поняла сразу. Так что, теперь нам нужно слайсы эти выложить по форме. Да. Сколько рядов у нас будет? Ну, короче, ряд положим, зальём смесью. Ряд положим и пока до конца не доделаем. В общем, у нас как-то сумбурно получается, родственники приехали на час раньше, и мы вроде и поговорить хочется, и доделать надо уже. А мы ещё, что хотела сказать, мы рассчитывали на одно количество гостей, а гости добавились. И поэтому мы тут куриные окорочки, ой, эти, как их, ножки уже, голени зажарили, так что быстро добавили. И у нас самое главное, у нас одна духовка. Я вот раньше думала, зачем людям по две духовки? Вот для какой цели? Оказывается, для праздников именно. Ну, сейчас я несу соус и будем соусом заливать. У нас, кстати, вот эти штучки, это же я с России привезла. Ммм, смотрите, какой соус божественный просто. Запах. Ням-ням-ням-ням-ням, такая вкуснотища. Картошку, кстати, мы слили, воду слили, чтобы... И почему мы её поставили? Ты говорила, чтобы она не чернела? Угу. Ну, соус такой, надо сказать, густенький. Густой, да? Да. Ой, да какую-то маленькую чаплажку взяла. Я же вчера ложку купила. Возьми её. Да, когда она мне не очень нравится, я её не мучиться. Ну, попробуй. Подожди. Окей, всё нормально. Давай. В общем, нужно каждый слой смазывать соусом. Давай, смазывай. Доча тут переживает, надо побольше, говорит. Побольше, мама, соуса. Ей всегда всего мало. Я что-нибудь готовлю, она мне... Мама, ну ты что так мало? Надо побольше. Ну, ты знаешь, ты меня приучила с детства. Что-то нужно приготовить кастрюлю борща на 10 литров. Я не привыкла так, чтобы не хватало еды. Если я гостей приглашаю, то мне нужно еды много, чтобы её оставалось... А мы первый год только купили такую индеечку. Маленькую, да. И у нас тут образовалось большее количество гостей. Я подумала, что зачем? Хватает, остаётся. Для чего это нужно? Не говори. Вечно её потом доедаем. И, в принципе, уже её доедать неохота. Какие-то салаты выдумываем. Так, второй слой. Давай, второй слой. Пошёл. Второй слой. Всё летит. Ну, бывает. Да. Мама с дочкой, это, конечно, хорошо. Но так же, как это и хорошо, мы и поругаться успеем и помириться 20 раз. Не то, что поругаться. У каждого своё мнение. Да. Две хозяйки на кухне. Один должен быть главный. Если... У нас, получается, главных нет. У нас равно праве. Творческий процесс. Если я что-то знаю лучше, ты никогда не полезешь и не будешь меня учить. А если я что-то не знаю, правильно, мне надо это показать и рассказать. Ой, как это всё тянется. С сыром. С сыром много. Не жалей. Куда это потом будем девать? Кушать отдельно. Да. Муку с этим сыром. Ням-ням-ням. Я на десерт, наверное, буду. Помнишь, как мы плов на десерт ели? Да. Я, короче, приготовила недавно тут плов. Мой муж просил маму, упрашивал плов. Ну, я не... Потому что специально. Просто мясо приготовилось у меня. Я говорю, хочешь, я сделаю плов. Он даже и не знал, что у нас плов-то будет. Нет, он не знал. Он мне говорит, пойдём... Он меня в кафе в этот день звал. Пойдём в кафе, пойдём в кафе. Я ему говорю, всё, нет и нет, нет и нет. Он говорит, что я не могу понять, что ты отказываешься? Я говорю, да мама плов готовит. Я уже заскучилась. Ну, вот. Потом, значит, он приехал. Я положили по порции, покушали. И я говорю, а что у нас на десерт? Зять говорит, на десерт у нас слов. Это ты сказала, Ливонская? Да, это я сказала. Он ещё тебе предложил, что будешь, Лариса? Да, они пошли с дочерью по десерту ещё одному. Тебе добавки сделали. Я говорю, нет, я уже наелась. Сейчас скажете, что мы тут болтаем лишнее. Но у нас канал неготовочный. Так что уж изменяйте. Смотрите, если нравится рецептик, готовьте. Ингредиенты все будут под видео. Такое всё простое, самое главное. Посмотрите, кому не нравится эта болтология, возьмёте и перекручитесь. И посмотрите под видео рецепт. А мы, как уже папа сказал, в первую очередь для себя память делаем. Да, это наша память. У нас каждый, почти каждый день благодарения у нас этот, как это называется? В гости. Ну, уже, это же четвёртый год получается. А, мы видео снимаем, да? То мы в прошлом году-то это ни разу не делали. В прошлом году меня не было на день благодарения. Да, ты целый год не приезжала. Папа всё тебя не отпускал. Ну, потом рассмелился. Да, я потом уже расплакалась, что я не могу без мамы. Ну, хоть на чуть-чуть. Хоть на чуть-чуть отпустил. Папа там грустит один. Яичница готовит. Не говори, мы тут картофан. Может, это и некрасиво всё выглядит? Ну, извините. Не знаю, мне кажется, это будет настолько вкусно, вот эта картошка. Ну, естественно, тут масло, сыр, молоко. Четырёхпроцентное, кстати, молочко-то. Прямо это будет всё такое прям. Ещё и лук, лук же придаёт всегда, как это сказать, ну, сочность, да? Я так думаю. Потому что я не права, конечно. Ну, конечно. Лука сколько, сука. Мы тут пока резали его, плакала я. Ой, мы все тут, я уже сходила, что-то понюхала. Думаю, ой, блин, жалко ананаса нету. Я бы сейчас ананас понюхала. Когда луком пахнет, я должна что-то понюхать, и всё, слёзы сразу же проходят. Так. И последний слой, наверное, у нас уже, да? Как ты думаешь? Наверное, да. Что-то картошки, да, у нас остаётся. Ну, ладно. Ну, всё, это у меня последний слой, поэтому я тут всё сразу в сковородку опустошила. И сверху ещё надо будет сыром посыпать хорошенько, так обильно. Одно место слипнется такой картошки. Ничего себе, правда. Нам показывали, кстати, рассказывали как-то, картошка у нас была. Как она у нас называлась? Особенная картошка. Конечно же, она очень вкусная. Но я думаю, это не менее вкусная будет. Обалденная, да. Картошечка. Я тут зятю говорю, ты что мне не рассказываешь? Вот просто взял, заказал вот этот вот картошку вот эту. Ну и пришлось нам готовить. Говорю, рассказывала бы мне, я тут бы с удовольствием бы готовила. Я даже не слышала реально вот такие блюда. Я буду готовить их, то что тебе нравится. Может мне это тоже понравится. Мне, кстати, нравится, что он кушает. Так, это всё теперь сыром присыпаем. Обильно. Единственное, мне не нравится мясо с кровью. Не нравится. Так, а я сначала приехала, я ела без крови, а потом потихоньку, потихоньку, я уже готова сейчас сырой кусок мяса есть. Я помню, он готовил, я никак не могла это. И мне готовили потом всегда с прожаркой. Ну что, хватит нам сырочка. Картошку ставим на час в духовку, но перед этим мы решили закрыть фольгой. Потому как, чтобы не пригорело. На полчаса хотя бы мы будем её держать в фольге. Фольгу мы перед этим побрызгали. Да, чтобы она не прилипся. И теперь я ещё поставила это в листик, формочку я поставила в листик. Ну, чтобы когда... Ну, если будет там что-то кипеть, чтобы ничего не... Да, чтобы если сливаться, выливаться что-то будет, чтобы в духовке это не горело. Да, в фольге даже есть приспособа для того, чтобы... Не говори. Открыть это. Ой, порезать. Вот я уже заметила, когда начинаешь торопиться, вот всегда всё не получается. Когда сам делаешь потихонечку, всё ровненько. Особенно на видео. Картошка у нас готовилась 1 час 30 минут. Верхний слой у нас зажарился, потому как мы фольгу сняли. Дочь сняла, но и у нас гости же приехали. Ну, короче, мы не успели, и она подгорела. Немножко пригорела. И ещё хочу что сказать. Если вы будете готовить такую картошку, нужно брать форму повыше или слой потоньше делать, чтобы не вытекало это всё. Она будет бурлить, вытекать, кипеть. Поэтому нужно делать либо маленький слой картошки, ну, не... Как я уже сказала. Да. Теперь я уверена, что это обалденно вкусно. Мы уже пробовали. Мы попробовали уже. Вытаскивали с серединки картошку. И вот посмотрите. Ты будешь, кстати, фотографировать вот это? Ну, давай. Мальчики, мальчики, снимаем пробу. Это такая слоёная картошка прям. Подожди, давай, ты картошку-то возьми. Да я только что взяла картошку. Это очень вкусно. Поверьте. Я ещё сырую её пробовала. Она была очень вкусная. Обалденно вкусная картошка. Так что советую приготовить. Но всё, что я вам уже выше сказала, не забудьте. Да, ну, бывают косички, так скажем. Да не только косички. Мы, во-первых, первый раз готовили. Во-вторых, я не знала. И хорошо, что поставили. И Косте приехали раньше. Она должна была дольше простоять. Ну, вот полтора часа. Мы думали, что она готова. А она была не готова. А потом забыли. И ещё. Смотрите по своей духовке. Это у тебя готово. Да, духовки разные бывают. И температура, видишь? Там она была 350 градусов. По Фаренгейту. Да, по Фаренгейту. Может быть, надо как-то под себя подстраивать её. В общем, картошка очень-очень вкусная. Всем пока. Спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на наши влоговые каналы. И до встречи. Будем стараться снимать что-нибудь интересное. Всем пока-пока. Девочки, я буду пробовать картошку. Смотрите. Я так культурно. Один такой маленький. Какая-то горячущая вообще. Но вкусная. Очень вкусная. Джаред, давай ешь картошку. Но, подожди, подожди. Мы почти не солили же её. И она... Даже ей не надо было. Вообще. Ну, мы же... Ну, мы же... Слои не солили. Мы соус солили. Ну, соус солили. И больше соли не надо. Прям вот идеально. Ну, кому-то, может, более солёное нравится. Вкусно. Детическую колу запиваем. Обалденная картошка. Обязательно приготовьте. Да. Спасибо. Спасибо.